МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговая программа АПТА последняя, в уходящем 2020 году. Да, год был непростой, с трудностями, печалями и даже трагедиями. Коронавирус держал весь мир в напряжении и продолжает волновать всех нас. Впрочем, было и много хорошего. И тому пример события этой предновогодней недели, подробности о которых расскажем вам я, Наталья Хоменко, и мои коллеги. И вначале коротко о самом главном. Они – пример для подражания в преддверии Нового года Акимобласти по доброй традиции встретился с заслуженными деятелями края. Новый год – полный чудес. Впервые в Казахстане традиционная президентская елка из-за пандемии прошла в новом формате. Новый год в кругу семьи. И не иначе. В стране ужесточили карантин. Новые меры ограничений введены и в Алматинской области. О-спорт «Ты мир» в Яскальдинском районе открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс, которого по масштабам и оснащенности еще не было в регионе. Мороз и солнце. День чудесный. В Талдыкургане открыт новый каток. Вход для всех бесплатный. В преддверии Нового года в Талдыкурганском дворце торжеств прошла знаковая встреча. Честовали ум, честь и совесть нашей эпохи. Все приглашенные не просто достойный пример для подражания, а люди, внесшие особый вклад в развитие региона и всей страны. В этом году традиционное событие прошло в новом формате. Повлияла пандемия. Однако ни один заслуженный деятель области не остался без внимания. А их в регионе немало. Акимобласть Амандык Баталов уделил внимание каждому. Поздравил онлайн и лично передал новогодние подарки. Ежегодно список приглашаемых гостей традиционной предновогодней встречи включал более двух сотен имен и фамилий. В этом году внесла коррективы пандемия. Рисковать здоровьем нельзя, а потому необходимо строго соблюдать рекомендации санитарных врачей. Сделать выбор было очень и очень нелегко. Важен и нужен каждый. Опыт, советы и рекомендации Аксакалов как маяк, помогающий выбрать правильное направление. Приглашения отправлены с учетом состояния здоровья, расстояния до областного центра, погодных условий и других факторов. Уважаемые ветераны, по сложившейся доброй традиции, каждый год мы встречаемся с вами в канун новогодних праздников. Эти встречи не только выражение искренней благодарности за ваш многолетний плодотворный труд на благо родного края и всей страны, но и прекрасный повод поделиться важными новостями, обменяться мнениями, выслушать ваши дельные и полезные советы, основанные на глубоких знаниях и огромном опыте. Каждый из вас в свое время внес неоценимый вклад в социально-экономическое, духовное, культурное развитие ЖИЦУ. Многие из вас широко известны всей республике. И сегодня, являясь достойными представителями старшего поколения, вы продолжаете активно участвовать в общественной жизни, воспитывая на своем примере молодое поколение. Мы искренне гордимся, что наш край богат такими яркими, многогранными и талантливыми личностями, как вы. Жизнь каждого из присутствующих эпоха. В их бытность область меняла статус и географические границы дважды. Однако главным для тогда еще молодых, энергичных и деятельных специалистов было создать условия для населения. Их руками строились заводы, фабрики, социальные объекты, жилье. Их умами создавались поистине уникальные проекты. Это завод железобетонных изделий, завод аккумуляторных батарей, переработки сельхозпродукции и многие другие. Словом, вырастали города и села. Большая работа в регионе ведется. Меня радует то, что начали мы, продолжили и приумножили молодые руководители. И это дело продолжат уже наши дети и внуки. В такие традиционные предновогодние вечера особенно приятно осознавать, что твой труд ценен, что регион растет и развивается. И я уверен, так будет и в последующие годы. Я уже 50 лет живу в Толдукургане. Конечно, он изменился до неузнаваемого. Особенно, конечно, вот в эти последние годы. В то время, когда я работал мэром города почти 9 лет, строили много, особенно сборного жилья. Ну, это была массовость. Сегодня индивидуальность. Вот я сейчас днем проезжал. Два дома как раз здесь к сдаче готовятся. Конечно, уже другой облик, другая архитектура, любить свой город, трудиться на благо его, совершенствовать его облик. Но это, я думаю, задача сегодня молодых. К сожалению, берут свое возраст. Отданное работе здоровье существенно повлияла и пандемия. Во время душевной встречи Аксакалы вспомнили тех, кого сейчас нет рядом. Это ветеран войны и труда, поэт и писатель Леонид Гирш. Видны государственный и общественный деятель Бижамал Рамазанова, прославленный олимпийский чемпион Халка Хармана Жахслыгуш Кемпиров, заслуженные ветераны государственной службы Гульжиан Сулейменова, Серегжан Бескимпиров и ряд других. Светлая память о каждом из них останется в наших сердцах, отметила Мандык Баталов. Однако жизнь идет своим чередом. Накопленные знания, профессиональные навыки и, главное, бесценный опыт, который обретается только с годами постоянного самосовершенствования, нужно передавать молодым и тем, кто стоит у руля сейчас. Амандык Баталов тепло поблагодарил каждого участника встречи за то, что нашли время, силы и желание собраться под один шанграх, обсудить дела насущные и перспективы развития региона. А достижения нужно отметить немалые. Привлечено 711 миллиардов тенге инвестиций. Валовая продукция сельского хозяйства у отметки в 900 миллиардов тенге. В эксплуатацию введено порядка 864 тысяч квадратных метров жилья. В целом бюджет области достигнет 772 миллиардов тенге. А это значит, будут строиться новые больницы, детские сады, объекты культуры и спорта. Будет развиваться инфраструктура. И в этом есть заслуга каждого из присутствующих в зале. С такими достойными успехами мы решительно вступаем в новый 2021 год, ознаменованный важнейшей датой – 30-летием независимости. За этими цифрами наш совместный ежедневный труд, единое стремление к общей цели и личный вклад всех наших уважаемых ветеранов, сформировавших крепкий фундамент для нынешнего и будущего развития. Успехи житсусов не остались незамеченными и в этом году. Ко дню независимости более 70 жителей области указом президента удостойны государственных наград. Пользуясь случаем, поздравляю вас еще раз с заслуженными наградами. В свою очередь и ветераны выразили признательность главе региона, отмечая, что будучи на заслуженном отдыхе, особенно приятно. Внимание. 30-летие независимости мы встречаем с хорошими достижениями. И я уверен, что те, кто работают на процветание региона сегодня, добьются еще больших результатов. Я искренне поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю еще больших достижений и благополучия каждой семье. Амандах Баталов искренне дорожит каждым, а потому незамеченным не остался 80-летний юбилей заслуженного деятеля культуры кавалера Ордена Хурмет Дины Нургалиевой. Особенно отметил он и недавнего юбиляра почетного гражданина Алматинской области Алимгаза Раимбекова. Каждому глава региона адресовал теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и еще неоднократных душевных предновогодних встреч, о которых всегда будут напоминать памятные фото. Новый год полный чудес. Впервые в Казахстане традиционная президентская елка из-за пандемии в этом году прошла в новом формате. Торжественная встреча с соблюдением санитарных норм состоялась и в Талдыкургане. Стоит отметить, на праздничное настроение детворы не повлияло ни наличие масок, ни отсутствие карнавальных костюмов, ведь каждый из них смог поделиться более важными вещами, своими достижениями, а также получить заветные подарки от имени президента Казахстана. Из-за пандемии сегодня у новогодней ели глава региона встретился лишь с семью школьниками областного центра. Несмотря на юный возраст, каждый из них уже имеет множество побед в образовании, спорте и искусстве. Отметив достижения ребят, Амандык Баталов от имени президента страны поздравил мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом. Вы живете в прекрасном государстве, независимом государстве Республики Казахстан. О вас знают, о вас заботятся, что вас любят. Вот в следующий год, чтобы вам принес столько радость, чтобы исполнение ваших самых сокровенных желаний. Поздравительные открытки, книги, планшеты и многое другое. Только по Алматинской области подарок от имени президента страны Касымжу Марта Тукаева получили более 200 детей. Для многих из них они стали исполнением давней мечты. Касымжу Марта Тукаева за то, что он каждый год дарит нам радость, ощущения волшебства. Уходящий год был для нас очень плодотворным. Участвуем в различных республиканских, областных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях. За этот год мы достигли немалых высот. Детские сердца помнят и ценят добро. И этот особенный день навсегда останется в памяти талдыкурганской детворы. Я рад оказаться на этой елке. Я получил сегодня замечательные подарки. Спасибо нашему президенту страны за такие хорошие подарки, замечательные. Он подарил подарки, о которых я мечтал. Для нас всех сегодня был особенный день. Посылки «Счастье». Отправленные от имени главы государства 200 подарочных наборов уже дошли до всех адресатов. К доставке посылок в Алматинской области подошли креативно и с энтузиазмом. Это оценили мои коллеги, посетившие вместе с почтальонами главные адресаты. В этом году роль Деда Мороза на себе примерят курьеры отделений Коспочты. Их задача не просто вручить посылку с сюрпризом, но и зажечь в сердцах детей праздничное настроение. Выполнять миссию нужно не только красиво, но и оперативно. В течение дня подарки должны быть доставлены двум сотням детей Алматинской области. В этом году традиционных празднований елки не будет. В этом году дети получат подарки от имени президента. Это по нашему Алматинской области 200 детей. Это малоимущие дети, дети-сироты. Чтобы дети чувствовали праздник Нового года, мы решили, что наши курьеры впереди Деда Мороза, чтобы дети почувствовали Новый год. Сарсен Ертанов – один из первых, кому постучались в дверь Дед Мороз со Снегурочкой. Их визита 11-летний талдыкурганец не ждал, но был очень рад гостям. Для Сарсена Новый год ассоциируется не только с подарками, но и с исполнением заветных желаний. Мальчик свято верит, что в скором будущем сбудется его самая большая мечта. Моя самая большая мечта – это путешествовать. Ведь в мире столько интересных мест. Увидеть самые теплые, самые холодные места. В мире есть много мест, куда даже не поступала нога человека. Мир огромный и неизвездный. Для этого нужны знания языков, математическое, географическое. Я постараюсь получить их в нашей школе. Того же мнения, что и Сарсен – ученица 7-го класса средней школы села Щенгильды – Жазира Жакиш. Девочка считает, что только знания и кропотливый труд позволят достигнуть любых целей. Этот год стал очень плодотворным для Жазиры. На областных олимпиадах по биологии и математике она заняла призовые места. Я очень благодарна нашему президенту за такой подарок. Сегодня самый прекрасный день. Нашей молодой стране желаю благополучия и процветания. Доставка посылок счастья проводилась во всех уголках Алматинской области. Комплект зимней одежды, сладкий набор и открытка с пожеланиями лично от главы государства несказанно порадовали мальчишек и девчонок. Но даже ребятишки понимают, что самое главное – не подарок, а внимание. Особенно в это непростое время. Хочу поблагодарить президента Касыма Жумарта Кимильевича Тукаева за любовь и заботу о детях. Новый год успехов разных, больше счастья и доброты. Пусть волшебным будет праздник, пусть бываются мечты. Поздравляю всех с Новым годом. Несмотря на то, что в этом году не состоялась традиционная торжественная елка, праздник от этого менее значимее не стал. Этот день навсегда останется в памяти у каждого из ребятишек. Предновогодний подарок получили в этом году и взрослые. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери для жителей Ескельдинского района. Такого масштабного по размерам и оснащенности объекта в регионе раньше не было. Спортивное сооружение построили в рамках программы «Аул Ельбесагы». Стоит отметить, что это уже десятый по счету ФОК, открытый в Алматинской области за последнее время. Так оперативно и эффективно выполняет область одно из главных поручений президента по развитию массовых видов спорта. Мой коллега Руслан Нурмухамбетов побывал на открытии комплекса и оценил перспективы спортивного досуга местного населения. Этого события местные жители ждали с большим нетерпением. А сегодня все их мечты к стройному телу, а кому к большой спортивной карьере, стали реальностью. Здесь могут проводить соревнования республиканского уровня. Ведь новый физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен по последнему слову и рассчитан на самые разные запросы. Хочешь занимайся для себя, хочешь ставь олимпийские рекорды. Я очень-очень рада. Не только я, все школьники, все дети, мы очень рады. Я тоже занимаюсь волейболом уже более пяти лет. Я тоже надеюсь, что я здесь буду заниматься и дальше развиваться. Конечно же, хочется выразить свою благодарность от имени всего молодежи нашего района, Акимал-Области и всему руководству. Радость сельчанами разделила Акимал-Матинская область и Амандык Баталов. С ним в знак примера подрастающему поколению прибыли заслуженные спортсмены страны. Руководству спорткомплекса глава области вручил и ключи от нового микроавтобуса, а также пожелал дальнейших успехов в спортивных мероприятиях. Теперь местные спортсмены смогут беспрепятственно ездить на соревнования и добиваться новых побед для области. Я уверен, что здесь, в этом спорткомплексе, будут готовиться новые чемпионы, будут расти спортивные таланты нашей страны, чьи победы украсят мировые арены. В свою очередь, мы продолжаем делать все для того, чтобы такие объекты успешно вводились и дальше. Это все делается для развития массового спорта по поручению Альбасы и президента Республики Казахстан. На территории комплекса порядка 6 тысяч квадратных метров занимает футбольное поле с естественным покрытием. Удобные трибуны соберут сотни болельщиков. Зрительский сектор рассчитан на 400 мест. Площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса составила более 4,5 тысяч квадратных метров. Состоящая из трех основных блоков строения вместила зал для командных игр с трибуны в 124 места, зал для борьбы, бокса и фитнеса. Все они оборудованы всем необходимым инвентарем. Предусмотрен медицинский кабинет, буфет, душевые и конференц-зал. Есть и просторные залы для командных игр, волейбола, баскетбола, гандбола и тенниса. Не было своего спортзала. Вот теперь тренируйтесь. Нравится? Керемитва? Раньше у нас таких усов не было. Теперь в этом современном зале я могу воплощать свои мечты и становиться будущим чемпионом. На кузницу будущих чемпионов было выделено более 1 миллиарда тенге. Одновременно здесь могут тренироваться более 500 человек по таким видам спорта, как дзюдо, тайквондо, тяжелая атлетика и футбол. Их тренировкой займутся порядка 40 наставников. В целом в Алматинской области уделяется огромное внимание развитию массового спорта. На сегодняшний день в регионе построено 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и ведется строительство еще 7, в том числе крытый Олимпийский бассейн. Руслан Нурмуханбетов, Кайрат Кастурганов, Жасулан Шингенже, телеканал ЖИЦУ. Вы смотрите итоговую программу АПТА к другим темам этой недели. К 2030 году специалисты прогнозируют дефицит воды в сельском хозяйстве. Это связано со снижением объема воды в руслах рек. Однако к этому времени планируется ввести современные технологии влагосбережения. Новую инициативу озвучили на заседании правительства в Нур-Султане. В Казахстане 65% водопотребления приходится на орошаемые земли, из которых 104 тысячи гектаров составляют рисовые поля. В связи с этим премьер-министр Казахстана поручил Акимам регионов проработать вопрос замены посевов влагоемких культур на выращивание экономически более выгодных овощей, плодово-ягодных, рапса и сои. А именно сократить посевы риса почти на 30 тысяч гектаров в Казалардинской, Алматинской и Туркистанской областях. Оскар Мамин указал, что Акиматам следует строго придерживаться утвержденных планов посева. Для решения задач водоснабжения правительством разработан проект управления водными ресурсами, который предусматривает модернизацию водной инфраструктуры и распределение воды. Наряду с сокращением площадей влагоемких посевов в Алматинской области планируется увеличение объемов стратегически важных культур. ПСД есть, сметы есть, макхзалагаж восстановили. Надо дальше эту работу продолжить и четко, конкретно, в связи с недостатком влаги, надо влагасберегающих технологий. Это капельное рушение, это дождевание, полив в хорошей сетью. Ну и далее о планах на будущее. На этой неделе Алматинская область с визитом вежливости посетил генеральный консул Южной Кореи Ким Хэнсу. На встрече с главой региона Мандыком Баталовым обсуждались вопросы взаимовыгодного партнерства, в рамках которого планируется реализация приоритетных для обеих сторон проектов. Аким области отметил значимость предложенного сотрудничества, перечислив четыре основных направления. Это медицина, туризм, культура, IT-технологии. К слову, в регионе есть возможность открытия нового предприятия по выпуску электроники. Особое внимание сотрудничеству в сфере медицины. Как отметила Мандык Баталов, Алматинская область представляет повышенный интерес для иностранных инвесторов, в частности развития культурного и туристического обмена. Сотрудничество с корейскими партнерами поможет укрепить дружеские связи между государствами. У вас квалификация очень высокая. Качество оказания медицинских услуг, особенно в части ранней, определение таких плохих болезней, как рак, другие. У вас это очень далеко продвинуто. Мы вам все условия создадим. Ваши представители могут приезжать, здесь работать, уезжать. У вас очень сильно развита электроника. Можем здесь совместные предприятия открыть. И последнее то, что культурный обмен и туризм. Начиная с Уштоби, можем туристические такие маршруты отработать. Алматинская область – это уникальный регион, представляющий большой интерес для нашей страны. Здесь проживает большое количество как этнических, так и приезжих корейцев. С 2018 года мы активно сотрудничаем с вашими медучреждениями, в частности оказание квалифицированной помощи. Из-за пандемии работа временно приостановлена. Я выражаю надежду, что в будущем году мы сможем возобновить ее, а также реализовать многие важные и взаимовыгодные проекты. Произошли на этой неделе в области и кадровые изменения. Отныне у Кирбулакского района Новый Аким. Распоряжением Аким Алматинской области по согласованию с депутатами районного Маслихата и с одобрением администрации президента Казахстана на эту должность назначен Галя Аскар Сырыбаев. Ранее Акимом района был Махабад Бегильдеев. Он оставил свой пост в связи с переходом на другую работу. Новый Аким 1963 года рождения. Окончил Казахскую академию труда и социальных отношений по специальностям механика и юрист. Трудовую деятельность начал заведующим отделом комитета Комсомола Кирбулакского района. В разные годы работал заместителем Акима города Толдыкурган, первым заместителем председателя Алматинского областного филиала партии Нуротан, руководителем управления внутренней политики Алматинской области. Словом, у него имеется солидный бэктраунд в управленческих делах. Глава региона выразил доверие новому Акиму. Он опытный руководитель и отзывчивый человек, подчеркнул Амандык Баталов. К слову, для назначенного должность ответственна. Вдвойне Галя Аскар Сарыбаев – уроженец этой благодатной земли. Вдвойне Галя Аскар Сарыбаев – уроженец этой благодатной земли. Здесь двойне ответственны, очень почетны. И Аудан Вутиюлькен, где особенно и Аушар Вашаршавнан, но в то же время промышленность надо развивать, инвестиции привлекать. Яркий пример, там у меня завод мы построили. Мощнейший завод, мало таких в республике, больше миллиона, миллион триста, да, кажется, тонн цемента производит. Сюда именно по программе экономика простых вещей, особенно по переработке сельхозпродукции. Это большая ответственность для меня. Я приложу все усилия для того, чтобы район процветал во всех сферах. Сотрудники аппарата Акима тоже опытные, грамотные люди. Уверен, что у нас все получится. Спасибо за оказанное доверие. Новый год в кругу семьи и не иначе. В стране ужесточили карантин. С 25 декабря по 5 января повсеместно вводится запрет на проведение и организацию зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Об этом заявил министр здравоохранения на заседании межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Алексей Цой доложил, распространение коронавирусной инфекции в стране находится на контролируемом уровне. Суточный прирост заболеваемости составляет 0,4%. Он отметил, что в ближайшие месяцы на фоне роста ОРВИ и гриппа все же есть риск увеличения новых очагов коронавируса. В связи с этим глава правительства поручил принять меры по снижению цен на антиковидные лекарства и препараты. Принимать все необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки. Согласно данным поручениям, Аким Алматинской области дал свое поручение усилить работу мониторинговых групп и подготовиться к предстоящим праздникам, которые должны в этом году пройти тихо и спокойно. Ведь только так возможно удержать обстановку с распространением пандемии под контролем. О карантинных мерах в Алматинской области рассказал на специальном брифинге заместителя Акима области Батыржан Байжуманов. Все подробности у моего коллеги Руслана Нурмухамбетова. Режим карантина продлится 10 дней. Об этом стало известно на брифинге с участием заместителя Акима области Батыржана Байжуманова. По словам спикера, ограничение коснулось новогодних утренников и праздничных собраний. Также до пяти вечера сократится время работы объектов торговли и количество посетителей в них. Лишь организации общественного питания смогут работать до 21.00. Все это контролируется мониторинговыми группами. Их в области 226. В неделю мы более тысячи объектов проверяем на соблюдение санитарных норм. Вместе с тем некоторые объекты продолжают нарушать карантинный режим. Я, к примеру, хотел сказать. Новый караоке-бар пригласил известных звезд, провел массовые мероприятия, не запустил мониторинговую группу, тем самым нарушил требования главного санитарного врача. Я прошу предпринимателей не допускать такие нарушения. За последние сутки в регионе выявлен 61 случай заболевания. Стоит отметить, в сравнении с прошлым месяцем количество инфицированных выросло почти в два раза. Ухудшение эпид-обстановки в первую очередь связано с расслаблением граждан в предпраздничные дни. Наибольший процент приходится на Панфиловский, Коксусский, Толгарский, Ильиский и Уйгурский районы. В этот список также входят города Талдыкурган и Текили. Панфиловский район входит в красную зону, Талдыкурган, Текили и Уйгурский район в желтой. Добавлю, что свою работу начали 8 санитарных постов. Поправки внесены и в процесс образования. Так, в целях обеспечения качества получения знаний с третьей четверти учебного года для 9, 11 и 12 классов предусматривается комбинированное обучение. 70% предметов в традиционном формате, 30% дистанционно. Это касается и студентов вузов и колледжей. На сегодняшний день в 59 колледжах области обучение проводится дистанционно. В них обучаются более 30 тысяч студентов. В 11 колледжах учащиеся получают образование в штатном режиме. Всего обучаются более 1200 студентов. В настоящее время в области антиковидные препараты в аптеках имеются в достаточном количестве. При этом оптовые и розничные цены на них не превышают предельной цены, утвержденной Министерством здравоохранения. Руслан Нурмуханбетов, Абзал Нусипов, телеканал ЖИЦУ. Между тем, медики Алматинской области осваивают новые методы работы в условиях пандемии. Посредством телемедицины доктора оказывают жителям региона высоко квалифицированную помощь. Популярный в нынешнее время метод помог сохранить десятки тысяч жизней. Как работают новые технологии, расскажет Ануар Амангельдинов. Это кадры экстренной госпитализации беременной женщины с диагнозом COVID-19. На счету врачей каждая минута, так как на кону сразу две человеческие жизни. Проведя тщательный медицинский осмотр, специалисты безотлагательно госпитализировали женщину в реанимационное отделение. Первые сутки состояние прогрессивно ухудшалось. На вторые сутки, ввиду нарастания одышки, затруднения внешнего дыхания, пришлось перевести на аппаратное дыхание, на ИВЛ. И в течение 15 дней больная находилась на аппаратном дыхании. 15 дней мы вели консультации с республиканскими институтами материнства и детства Астаны и Алматы. Благодаря грамотным, а самое главное, своевременным советам республиканских врачей, состояние пациентки стабилизировалось. После этого женщину в положении спецреанимобилем доставили в Талдыкурганскую многопрофильную больницу. Мы создавали консилиумы, множество раз проводили коррекции лечения, потому что коронавирус оказался непредсказуемой инфекцией. Но подход нашли. Через определенное время решением консилиума мы пациентку подали на операцию через кесирово-сечение. Родилась девочка, она полноценная родилась. Сразу ее неонатологи забрали в УПЦ, там уже и оказывали необходимую помощь, уход, кормление. И через определенное время ее выписали домой, родственникам отдали, родственники начали выхаживать. Мама сама здесь дальше... Борьба за жизнь матери длилась более двух месяцев. Все это время врачи Талдыкурганской больницы были на связи со специалистами республиканских медучреждений. Благодаря слаженной и четкой работе докторов, сейчас пациентка из Тикели пребывает в отличном здравии. Изначально я была из тех, кто не верил в эту болезнь, ходила без маски. Но потом я пожалела об этом. В один момент мне стало плохо. Была слабость, тяжело было дышать, повысилась температура, думала, что это конец. Спасибо большое всем врачам, которые боролись за нашу с дочерью жизни. Сейчас у нас все хорошо. Чувствуем себя отлично. Теперь я буду соблюдать все санитарные нормы, прописанные врачами. Посредством телемедицины оказывается помощь не только ковид-больным, но и пациентам с другими патологиями. Методом онлайн врачи Талдыкурганской многопрофильной больницы дают советы своим коллегам из городов и районов ЖТСУ. В свою очередь специалисты областного центра при помощи гаджетов перенимают бесценный опыт у докторов республиканского уровня. По словам врачей, в день проводится не менее 10 консультаций. Талдыкурганская городская многопрофильная больница развита система в виде конференции, это телемедицина. Каждый день идут отчеты. Мы отчитываемся по тяжелым больным, 4 часа собираемся для того, чтобы обсуждать тяжелых больных. Основная цель это максимально приблизить помощь к нам, чтобы максимально мы могли свою помощь оказать непосредственно любому району. По коррекции лечения, по введению больных и конечной реабилитации. При необходимости транспортировка к нам для оказания более квалифицированной помощи. При помощи телемедицины врачи не только беседуют между собой, но и ассистируют во время операции. В режиме онлайн специалисты полноценно наблюдают за всем процессом, происходящим в операционной. Работать дистанционно позволяет приобретенное современное оборудование. Поручением Акимов области, управления здравоохранения нашей области, нам были закуплены самые современные технологические оборудования. Это видеоскоп, это микрооборудование микроскопическое. Нас очень хорошо поддерживает Акимов области и управление здравоохранения нашей области. И все время мы идем, наверное, на один шаг вперед, для того, чтобы максимально сблизить все, что делается в республиканском уровне, на уровне нашей области. Современные технологии позволяют экономить драгоценное время врачей. Тем более, в коронавирусный период нагрузка на героев в белых халатах увеличилась в разы. Врачи уверены, что и после окончания пандемии телемедицина не потеряет своей актуальности и будет неотъемлемой частью работы. А в Алматинской многопрофильной клинической больнице открылось отделение патологии новорожденных. В центре созданы самые благоприятные и комфортные условия для развития недоношенных детей. Стоит отметить, в стенах медучреждения в течение года на свет появляются около 2000 малышей. Из 100 здоровых 5 новорожденных рождаются с различными аномалиями. Отсутствие отделения патологии для новорожденных для многопрофильной клинической больницы города Алматы было одной из актуальных проблем. По словам врачей, в сложных условиях рожениц и недоношенных детей приходилось отправлять в другие специализированные медучреждения города. Отныне в крупнейшей клинике Алматинской области будет функционировать собственное отделение так называемого второго этапа выхаживания недоношенных. Им нужно оказывать помощь сразу же с первых минут, потому что высокая вероятность смертности детей именно до 6 суток. И поэтому мы сегодня говорили о том, что помощь должна быть быстрая сразу же после рождения ребенка. Потому что эти патологии, они очень сложные, очень трудные детей из таких состояний очень сложно выводить. Должны быть квалифицированные грамотные специалисты, потому что это дети с крайне низкой массой тела. Одними из первых помощь в отделении патологии получили новорожденные близнецы Данияр и Мадияр. Их мать, жительница Кирбулакского района Назым-Сердалиева, родила их, будучи на седьмом месяце беременности. По словам медперсонала клиники, сейчас малыши чувствуют себя хорошо. Дети родились на седьмом месяце. Вес каждого мальчика составлял всего 1 килограмм 670 грамм, а рост 45 сантиметров. В клинику я поступила в тяжелом состоянии. Благодаря врачам нашей жизни вне опасности. Большое им спасибо. В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу обращается более 1 миллиона 300 тысяч жителей Южного региона. Это большая нагрузка на медперсонал больницы. К тому же ежедневно здесь на свет появляется 5-6 новорожденных. По мнению специалистов, открытие патологического отделения прежде всего решит проблему выхаживания недоношенных детей и позволит сохранить больше детских жизней. Для того, чтобы повысить качество медицинской помощи таким детям. Но я еще хочу сказать, что большое внимание и вопрос охраны материнства детства находится на особым контроле у Акима Алматинской области, Аманды Габасовича Баталова. Нам вот в этом году как никогда много поставили аппаратов искусственной вентиляции, легких мониторов и другой аппаратуры для выхаживания как матерей, так и детей. Здоровью матери и ребенка в отделении патологии уделяется особое внимание. В настоящее время на попечении медперсонала здесь находятся 10 новорожденных. Еще одно важное открытие, но на этот раз в экосистеме Алматинской области. Отныне в Аксусском районе разводят тугайного оленя или как его еще называют морала благородного. Животное редкое, занесенное в Красную книгу и теперь его популяция будет только расти. Идею о разведении моралов крестьянин Берик Алдобергенов лелеял и вынашивал долгие годы. Фермер уже давно наслышан о целебных свойствах рогов животного. Поднакопив нужную сумму, он выкупил 23 особи краснокнижного из Восточно-Казахстанской области. Чтобы овладеть тонкостями своей новой профессии, я в летнее время специально ездил в Катон-Карагай. Я обучался всему необходимому. Думаю, что полученных навыков сполна хватит для реализации поставленной задачи. 23 морала – это только начало. В следующем году мы намерены закупить еще 30. По словам специалистов, кровь из рогов морала способствует исцелению от многих болезней, восстановлению и реабилитации организма, профилактике заболеваний в целом. В крови ценного животного содержатся такие микроэлементы, как железо, кальций, магний, натрий, фосфор и калий. За моралами нужен особый уход. На данный момент мы держим их в этом загоне. В дальнейшем мы будем расширять его до 10 гектаров и начнем огораживать. Если этого не сделать, они могут уйти в горы и соединиться с местными дикими моралами. Амбициозный крестьянин Берий Калдобергенов уверен в успехе своего дела. В ближайшие годы он намерен открыть лечебно-оздоровительный комплекс, а затем зону отдыха. Фермер уверен – идеальное место расположения объекта привлечет огромное количество туристов. Руслан Румуханбетов, Нуржан Муханов, телеканал ЖИТСУ. Резной сундук из дерева, уникальная статуя, деревянные лошади и невероятно притягательные фотоснимки. Все это работы ЖИТСУСца Жениса Искабая. Перечисленные экспозиции известного фотографа, художника, члена Союза журналистов и фотохудожников Казахстана теперь доступны широкому кругу ценителей прикладного искусства. Персональная выставка мастера проходит в Карасайском районе Алматинской области. Популяризация произведений в национальном стиле – главная цель мероприятия, говорит его автор. До 30 декабря продлится персональная выставка известного в области молодого фотографа и дизайнера талдыкурганца Жениса Искабая. Она проходит в Большом торгово-развлекательном центре «Апорт Мол» в Южной столице. На суд зрителей он представил самые разнообразные фотоработы и резные изделия из натурального дерева, выполненные в национальном колорите. Для профессионального фотографа важно запечатлеть тот самый момент, чтобы передать атмосферу, дух и настроение сцены. Тогда композиция будет понятна каждому зрителю. Женис Искабай – талантливый фотограф. Будь то природа, портретный жанр или спорт, его труды – это гармоничное сочетание противоборствующих стихий. Сотни зрителей уже оценили работы, представленные на персональной выставке. У меня уже состоялось три персональные выставки в Талдыкургане, Алматы и даже в Нью-Йорке. Мы должны стараться показать свое мастерство, свои работы всему миру. Творческий талант Женис Искабай унаследовал от деда. Тот мастерски вырезал статуэтки коней из березы. Сегодня Женис мастерит их сам. Экспонат лошади на выставке привлек внимание не только взрослых. Чтобы посидеть на деревянном скакуне, выстроил живая очередь из мальчишек и девчонок. Как говорит Женис, это лучший комплимент его творчеству. Мои дети очень довольны. Здесь, на выставке, они увидели очень много интересных экспонатов. Но больше всего им понравилась деревянная лошадка. Я уже задумался о ее приобретении для своих ребят. Поскольку она из натурального дерева – экологичное изделие, а это весьма полезно для здоровья. По мнению дизайнера, его изделия – это не просто развлечение для детей, но и гимнастические снаряды. На них можно разминать и укреплять мышцы ног, спины, поясничного отдела. Ведь нынешнее молодое поколение страдает гиподинамией. А потому деревянная качалка под названием Куа-Куа послужит идеальным вариантом для физической разгрузки. Эта качалка поможет отвлечь детей от гаджетов. Ведь молодому организму нужно развиваться и физически. Благодаря деревянной игрушке улучшается кровообращение, и дети получают хороший заряд бодрости. Посетители выставки с удовольствием раскупают привезенные экспонаты – как детские игрушки-качалки, так и резные сундуки и шкатулки. Свои работы Женя Соскобай демонстрирует и на своих страничках в социальных сетях, пропагандируя национальное творчество и искусство казахского народа. Если вы разместите сообщение в социальных сетях, его увидит весь мир. К тому же, после просмотра многие иностранные граждане проявляют интерес не только казахской культуре и искусству, но и Казахстану в целом. Как творческий человек Женис Соскобай каждый день посвящает своему ремеслу. Как патриот своей родины, он мечтает построить фабрику по производству игрушек в национальном колорите. Мороз и солнце. День чудесный. Отныне именно так могут провести свои выходные жители Талткургана. По инициативе Акимата в областном центре открылся новый каток. Вход для всех бесплатный. Для тех, у кого коньков нет, их можно арендовать. Цена вопроса всего 100 тенге за час. Первые гости уже ценили качество льда, а вместе с ними и мой коллега Алексей Цой. Новый каток расположился на городском пляже возле студенческого общежития в микрорайоне Каратал по улице Назарбаева. Льдом покрыли 600 квадратных метров. Посетить ледовую площадку может каждый желающий. Мы открыли каток для горожан в дневное время. Могут приходить кататься. У кого есть коньки, пожалуйста, приходите. Без оплаты можете кататься. Если у кого нет коньки, здесь мы пригласили предпринимателя. Час 100 тенге могут приехать, взять коньки и покататься. Для некоторых горожан новый каток – настоящая радость. Ведь сейчас специальные заведения – большие очереди. А тут развлечения на свежем воздухе, используя для здоровья. А также качество ледового покрытия ничуть не уступает коммерческим ледовым каткам. На открытие люди пришли семьями. Мы вот сегодня приехали на каток, прочитали в инстаграме, что открывается каток на пляже. Решили попробовать, взяли свои коньки и всей семьей решили отправиться на каток. Это просто замечательная идея. Очень довольны, получили позитив энергии, много положительных эмоций. Поэтому занимайтесь спортом, приезжайте обязательно и катайтесь на коньках, учитесь. У нас семья спортсменов. Бабушка с дедушкой спортсменами, мама с папой, я. Каждый год катаюсь на коньках. Мне это очень нравится. Хорошо кататься. Очень круто. Временных ограничений посещения катка нет. Главное, о чем убедительно просят специалисты – это максимально строгое соблюдение санитарных норм. Алексей Цуя, Блэкутыкбай, Телеканал ЖТСУ. Вот именно так сложилась эта предновогодняя неделя. Пусть и далее нас радуют хорошие новости, о которых мы непременно расскажем в следующее воскресенье в это же время на телеканале ЖТСУ в итоговой программе АПТА. А на этом у меня все. С Новым годом вас! Пусть каждый день будет наполнен радостью. Каждый дом – счастье. А каждое сердце – любовь. Берегите себя и своих близких. До встречи в новом 2021 году. С Новым годом вас! КОНЕЦ Продолжение следует...